Эта неделя, конечно, запомнится с ее главным событием, по крайней мере в чеченском сегменте, но это событие, которое было прокомментировано всевозможными СМИ, даже пресс-секретарю президента России задавали вопрос об этом инциденте, это, конечно же, задержание Алихана Цыкаева, более известного в Чечне по прозвищу Гром, бывшего начальника республиканского ОМОНа, ныне главы главного управления МЧС России по Чеченской Республике. Суть этого человека, она не в его должности. В Чечне ты можешь быть на какой-то очень высокой позиции, как, например, премьер-министр, глава правительства Чеченской Республики, тоже крутая должность, ее занимает Муслим Хучиев. Но смотрите, в Чечне не должность делает человека, а человек делает должность, понимаете? Там наоборот, это в Европе, в Соединенных Штатах Америки должность делает человека. В Соединенных Штатах Америки кто-то вступает в должность президента, все, он один из самых могущественных людей в мире. Как только он теряет эту должность, его срок прошел, все, он уже превращается в Джорджа, Вуша, Младшего, Билла Клинтона, понимаете? Все. А в Чечне, наоборот, человек, он если крутой, то его ставят, Кадыров ставит его на какую-то должность, и от этого должность становится крутой. Как, например, с Магомедом Иудовым, понимаете? Вот смотрите, почему я привел пример с Хучиевым. Хучиев, если бы должен, сделала бы человека, то Хучиев сейчас должен был быть очень таким крутым, могущественным чуваком в республике. Но нет, Хучиев, это Хучиев. А Магомед Иудов, это, ну, это второй человек, по факту, наверное, в республике. И смотрите, он глава парламента, да, председатель парламента. До него там был Духуаха Абдурахманов. Вот смотрите, парламент до Духуаха, точнее, парламент при Духуахе Абдурахманове, Абдурахманове, каким был парламент. И парламент при Магомеде Иудове. Совершенно разные два парламента. То есть, как только Кадыров туда поставил Иудова, уже с авторитетом такого, парламент сразу стал практически силовой структурой. Так в Чечне делаются дела. Вот с этим Цакаевым, с Громом, такая же история. Кажется, МЧС, что такое МЧС? Да, действительно, до того, как Цакаева пришел, до того, как Цакаева поставили МЧС, МЧС вообще было ни о чем. Но как только Цакаева делают главой МЧС, все, МЧС превращается в силовую структуру. Я на полном серьезе говорю, там в подвалах держат арестованных людей. Люди Цакаева, МЧСники, участвуют в каких-то рейдах, каких-то задержаниях, привозят людей в подвалах, представляете? МЧС есть импровизированный ИВС. Понимаете, во что может превратиться организация, если бы поставить правильного с точки зрения. Кадыровской иерархии человек. Так вот, этот тип, он настолько значимый, как бы в этой иерархии, вот этот гром. Мало того, что он односельчанин Кадырова, он его одноклассник. Старший брат Цакаева был в охране у Аслана Масхадова, и он погиб во время покушения на Аслана Масхадова. После этого, видимо, я не знаю, какая-то там у Цакаевых, возможно, обида, что-то там. Это же изначально, знаете, как вся работа на российские силовые структуры, вообще работа на оккупанта, поначалу, в начале нулевых, оправдывалась борьбой с ваххабизмом, с ненавистью к ваххабитам, вот так говорили. И очень многие, тогда я помню, был 15-й молсовхоз во главе с Байсаровым Мауллади и его братом Шарани Байсаровыми. Были те же люди, которые влились в Кадыровскую структуру, тогда это было СБ, там различные открыли, ну, какие-то там, я не знаю, отряды в формате вот этого на тот момент СБ. И они тоже оправдывались. Это были люди, которые воевали с Россией, но они говорили, мы вот ваххабитов ненавидим, поэтому мы вот сейчас ваххабитами будем разбираться из-за ненависти к ваххабитам, мол, мы туда пошли. Вот, видимо, у Цыкаевых тоже такая история, Масхадова же, типа там, ваххабиты взорвали, и вот брата убили, и Цыкаевна, видимо, изначально это мотивировалось, вот так вот, борьба с ваххабитами, там, месть за брата. Вот так они изначально все туда вливались, сам Цыкаев тоже в формате противостоящего федералам человека приезжал в Баку, его там встречали, он потом примкнул к Кадырову и остальным. Вот, вы считаете, практически там, с начала нулевых этот человек в этой команде, в 2007 году он становится руководителем этого республиканского ОМОНа, а до этого момента он является там личным охранником, то есть человеком очень приближенным к Кадыровской семье, и у старшего, и у младшего, и потом становится, значит, начальником вот этого ОМОНа, командиром ОМОНа. А этот ОМОН, это структура, которая дала большинство кадров, отпетого таких преступников в этом кадыровском режиме. Вот самые такие прогремевшие преступники, как, например, бывший начальник Сунжинского РОВД, ныне префект этого района, или же, например, бывший начальник Урусмартановского РОВД, затем ставший главой этого района, а ныне работающий депутатом парламента по прозвищу Кандагар Абдуришидов, они все выходцы из этого ОМОНа. И даже на недавнем времени, вот все это время возглавлявший МВД Руслан Шахаевич Алханов, тоже от насильщанин Кадырова, это тоже кадр из этого ОМОНа. То есть они все, практически большинство руководителей, которые прошли через силовые структуры, затем стали гражданскими руководителями, кто-то там депутатами, но продолжают быть преступниками, совершать преступления, это все выходцы из этого республиканского ОМОНа. То есть это такая кузница Кадрова была, кузница самых мерзких преступных кадров в этой кадыровской системе. И вот этот человек, этот Цакаев, этот Гром, он большинство времени существования этого республиканского ОМОНа, он его возглавлял 12 лет. Вы представляете, сколько преступлений на руках этого человека, сколько крови, сколько людей они убили, похитили, запытали, сфабриковали дела, ну не сами, понятно, ОМОН там ничего не фабрикует, но с их подачи они фабрикуются какими-то там операми, затем следователями и судьями эти люди сажаются. Вы представляете, сколько людей они избивали, били током, это все происходило под руководством вот этого человека, этого кадра. И вот я к чему это все, к чему это была такая длинная подводка. Этот гром, он не мог себе представить, что его величество будет лежать, лицом уткнувшись в асфальт, на границе Чечни и Дагестана. Вы понимаете, что произошло в его мире? Он никогда, он в кошмарном сне не мог себе представить. Это человек, который наоборот укладывал людей, жителей республики, укладывал их в асфальт и в землю. Он их пытал, он отдавал приказы о том, чтобы этого сильнее избить, этого током, этого отдать в РОВД, чтобы его отправили, а этого вывести, в лес расстрелять и потом закопать на христианском кладбище. У нас, кстати, в республике обычно на христианских кладбищах или где-то там рядом с ними хоронят таких, кто кого, без могилы, просто без вести надо, чтобы он пропал, его обычно где-то там на Карпинке, на Старом Ислах, обычно куда-то, где-то там людей хоронят. Он отдавал эти приказы и вы представляете, что произошло в его мире, когда он, он такой весь важный, столько ослуживший, имеющий столько наград, такой в республиканском формате просто нереальный авторитет. Односельчанин Кадырова, друг Кадырова, едет на огромной машине, GMC, огромный джип, в нем, ну, ты как бы сидишь в нем, высоко, такое ощущение, что ты выше всех остальных, да, он так едет на этом огромном джипе, подъезжает на этот пост, там у него, скорее всего, произошла какая-то, я думаю, перепалка. Смотрите, я не доверяю, конечно же, полностью вот этой версии служителей этого поста, понятно, что они не будут там, ну, они будут говорить в свою пользу, но я доверяю информации, что скорее всего, он попытался проехать по встречной, потому что для них это нормально, любые посты, там, в рамках республики, они так ездят, то есть человек такого ранга, такой руководитель, почему он должен стоять как простой смертный, где-то там среди, среди этих нищебродов, стоящих в очереди, конечно, он не хочет, он привык ездить, там, где запрещено, если здесь закрыто, он, значит, обижает, то есть я вполне себе допускаю, он скорее всего, наверное, действительно попер там по встречке, его, наверное, остановили, и здесь, скорее всего, произошла борьба тщеславия, когда он, он такой, вальяжный, такой, блатной, на этой большой машине подъехал, тут стоит какой-то вшивый мент, да, служащий, и он, он так на него и смотрит, как на вшивого мента, и он ему, видимо, в какой-то такой манере что-то сказал, те, наверное, не знали, кто он, те ответили, что-то такое, скорее всего, произошло, какая-то перепалка, которая вылилась в итоге в то, что его задерживают, валят на землю и утыкают его лицом в асфальт, информация о том, что он пытался кого-то задавить, я думаю, это уже те немножко лом накалили, чтобы так в свою пользу эту историю рассказать, о том, что он был там пьян, и так далее, но я, конечно, не могу это исключать, но и не особо этой версии сильно доверяю. Самое важное, самое приятное в этой истории, что сам ЦК оказался вот в таком положении, лежащем там, на этом асфальте, и униженном положении, это же, это то, как он относился к людям, как он унижал этих людей, он сам оказался в этой ситуации, и давайте мы для удовлетворения посмотрим еще раз это видео, чтобы все понимали, если кто не видел, о чем я сейчас говорю. Вот смотри, ЦК, ты оказался на этом асфальте, в униженном положении, лежащем, недовольным, очень недовольным из-за этой ситуации, тебя, это такое начало, это то, что в любом случае всех вас постигнет, вас всех постигнет унижение, не важно, как это произойдет, в этом мире, в будущем, но вас всех ждет унижение, это неизбежно, и ты сейчас испытал только вершину этого вот айсберга, того, что должно с вами происходить, и в этой истории приятно то, что любой исход это бальзам на душу для верующих, потому что мы понимаем, что да, тебя вот в этот момент там унизили, а потом приехали кадыровцы и унизили тех, кто тебя унизил, а для нас, представь, что вас унизили, что их унизили, и для нас это все приятно, потому что, что те враги Аллаха, враги народа, что вы враги Аллаха, враги народа, и поэтому, когда вы друг друга унижаете, нам так приятно на это смотреть, жаль, что мы не увидели, как вы их унижаете, мы об этом только смогли прочитать из того рапорта, но я примерно представляю, как это происходило, как вы там, мат-перемат, как помните, это видео, где в Украине, остановили этих кадыровцев, один там, типа остановил, снимал на посту, и они там вышли на него, оружие там наставляли, матерились, и там же примерно то же самое происходило на этом посту, и вот потом вы унизили этих, значит, типов, потом вы уехали, потом обратно приехали, чтобы забрать машину, опять унизили, забрали машину, а как это нам приятно, представляете, в одном этом букете унижение, что тех, что этих. Я бы хотел, чтобы вы чаще нас радовали подобными историями, подобными видео, это очень приятно, за этим наблюдать, это обсуждать, вам об этом напоминать, как, знаете, из песни, слов не выкинешь, есть такая поговорка у русских, так вот, Цакаев, вот это видео, как ты лежишь лицом в асфальт, его тоже уже никуда не тянешь, оно останется в нашей памяти, мы это записали, мы это сохранили, и ты помни об этом, помни об этой ситуации, что ты там лежал, тебя какие-то вшивые служащие этого поста уложили лицом в пол, уложили лицом в пол.